Разумное человечество Работает очень много добровольцев Как только у них дойдут руки Мы опубликуем эти записи Так что ждите Кригорий, если хочешь, можешь что-то добавить Можешь сейчас поровно начать рассказывать Ну, я хочу сказать, что я не профессиональный астролог Я закончил три курса Аристической школы астрологии У Городика Николая Олеговича И плюс есть личный опыт Работа с астрологией И использование знаний Знание было проведено через себя Через своих знакомых Есть какой-то опыт И когда работаю, помогаю людям Я его использую Я не являюсь профессиональным астрологом Что я кратко расскажу про Овна Литература это много Много это информация Часть информации она пафосная Обычные предсказания, которые пишутся в газетах Они настолько натянуты Что, конечно, она, как вы понимаете Не будет вам работать постольку поскольку Каждый человек индивидуальность И исходя из индивидуальности Тот или иной ритм будет в той или иной степени работать Может он работать на несколько процентов Может почти не работать То есть вкратце, раз уж вы спросили И уж ваш вопрос попал к нам Я вам кратко отвечу Относительно, конечно Что Овен это первый знак зодиака С точки зрения астрологии Считается, что в этом знаке Рождаются люди Которые в самом-самый простой В самом-самом начальном уровне развития Вплоть до того, что в прошлой жизни Они были еще животными Они проходят самую простую Самую упрощенную программу То есть задача Овна Как знака зодиака Поскольку вы можете являться Овном в той или иной степени С точки зрения астрологии Вы являетесь Овном В той степени Насколько в вашем знаке Овна Находится то или иное количество планет Ваше Солнце На момент вашего рождения Зашло в знак Овна То есть в нем 30 градусов Один в этих градусов Вошло в Солнце Вы в принципе являетесь Овном Но при этом Если все остальные планеты Разбросаны по всему гороскопу По всему зодиаку То у вас может быть Качество других знаков Еще больше, чем Овна Если у вас, например Не очень сильное Солнце По астрологическим понятиям А остальные сильные планеты То вы можете быть даже больше Представителями других знаков Если у вас стель в Тельце То вы будете больше Тельцом Чем Овном Задача в целом Овна Это научиться добиваться цели Понимать цель Видеть цель И научиться добиваться То есть Овен Это так называемый Солдат Который идет К цели Несмотря на любые преграды Ее достигает Конечно цель должна быть разумная То есть И программа Которую ставит Овен Она тоже может быть очень простая Важно научиться Будучи в человеческом теле Как человек Реализовать программу Программу реализации целей Потому что У животных у них свои задачи У людей свои задачи И придя в предположим Человеческое тело Человек нарабатывает себе Мини-человеческим ресурсом Решать теленные задачи Потому что животное Решает немножко по-другому Хотя человек частично является животным Все-таки он решает эти вопросы По-человечески И вам будучи Овном Нужно по-человечески Целеустремленно И целенаправленно И полноценно решать эти вопросы Поставлена задача Решена задача Поставлена Конечно Будучи человеком Вам нужно понимать Что вы делаете То есть не тупо Выполнять какие-то команды А именно понимать Что вы делаете Потому что без понимания Вами будут управлять Сторонние силы И не факт Что эти сторонние силы Будут вам дружелюбны И их интересы Будут одинаковы С вашими интересами У Овна Как у всякого знака зодиака Есть свои сильные стороны И слабые стороны Вы их тоже должны понимать То есть сильная сторона Овна То есть солнце В знаке Овна Это большая сила В прямолинейном В конкретном действии То есть дух Который вас целенаправленно Нанесет в одном направлении С большой силой И слабая сторона Что у вас мало понимания И если вас сбить с этого пути Вы начинаете блуждать То есть если вас сбить Поставлено на управление То есть во время вашего движения Нанеси сильный удар Дезориентировать вас Вы будете как машина Без управления С огромной скоростью Гонять По непонятной траектории Задача Овна Это научиться жить Уже по-человечески Если вы Овн Не совсем не обязательно Чтобы в прошлой жизни Были животные Поскольку в этом знаке Можно находиться Несколько жизней И исходя из того Насколько вы Серьезно вкладываете Свои ресурсы Свою жизнь Своё стремление В развитие Вас могут в этом знаке На некоторое количество Времени задержать Соответственно Если вы не работаете Совсем То вы можете Сидеть некоторое количество Жизни в этом знаке Вы хорошо работаете Вы можете отработать За одну жизнь А может быть даже И быстрее Будучи Овном Можно быть и образованным Человеком И мудрым человеком Всё будет зависеть От того Как вы будете Какие будете Цели ставить Вы будучи Овном Можете быть Есть такое понятие В строках Второкрушников То есть вы уже Прошли весь зодиак Не сдали экзамен На разумность На мудрость На Вы не способны Странсформировать Ваше сознание На более высокий уровень И вас опять Выпихивают Снова в Овна Таких людей Обозначить Понятие Достаточно Просто То есть По внешнему виду То есть Это Овны С явно развитым Интеллектом И с грустными глазами У меня было Есть несколько знакомых Которые по всем параметрам Как раз подходят Под эту ситуацию Вы можете быть Овном Есть такое понятие В астрологии Как декады Третья декада То есть От 20 до 30 градуса То есть Вы можете быть Уже таким развитым Овном И возможно Вы уже В этом Знаке зодиака Не в первый раз И у вас могут быть Определенные способности Вы даже можете Выбиться на какую-то Руководящую должность И даже обладать Каким-то даром Умением Управлять людьми Нужно понимать Если вы Овен То вы первый знак То есть Вы начинаете Программу обучения Если вы не вторгружник Конечно То есть В этой программе обучения Вам нужно всегда Оставаться человеком То есть Максимально Уходить из животной Природы И максимально Выражать себя как человека Через понимание Через мудрость Через самоконтроль Того, чего У животных практически нет А у некоторых Вообще, конечно, нет Задача Овна Научиться достигать Поставленные цели И эти цели Должны быть Человеческие Разумные У них не должно быть Какого-то Животного аспекта То есть Аспекта добычи Какого-то ресурса Чтобы выжить А именно Какой-то разумной цели Если знать Ваш гороскоп И посмотреть Если профессиональный астролог Посмотрит Если это будет Не западный астролог А восточный Или ведический Он вам скажет Вашу задачу Каков она Более цельна Не забывайте Что каждый человек Будучи любого знака Зодиака Он индивидуальность И у каждого человека Своя индивидуальная программа И знак зодиака Это лишь часть Вашей индивидуальной Как программы В целом Задача каждого человека Это Вниматься своей эволюцией И ОВИН Например Знакомно подчеркивает Некоторые аспекты Как эту эволюцию проходить Какие у вас есть Сильные стороны Какие слабые стороны Что вам нужно Отработать Как солнечному знаку У вас есть много других вещей Которые тоже нужно Отрабатывать И бывает такая ситуация Что У вас солнце Уже неплохо В ОВИН наработано И вам можно Предположенно доработать На несколько процентов А остальные вещи Вам нужно Очень серьезно Нарабатывать Я не буду сейчас Распространяться Потому что Это Астрологическая раскладка И она очень индивидуальна Для каждого человека То есть Кому-то нужно Нарабатывать Солнцу Дух По астрологии Кому-то нужно Нарабатывать Эмоциональное Восприятие Действительности Ровно и тонко Кому-то нужно Нарабатывать Систему ценностей Кому-то Нарабатывать Волю кому-то интуицию, кому-то умение общаться с социумами, управлять людьми, умение принимать команды, умение руководить, умение учить. Этих умений и знаний у человека должно быть много. У каждого человека в той или иной степени они есть, они развиты, но их много. И задача каждого очень индивидуальна. Поэтому говорить просто о овнах, о болезницах, о тельцах, это как бы так немножко может быть выдернуто из реальности. Это все равно, что говорить о машинах в целых. В целом говорить о машине аудио. Как про нее в целом говорить, потому что одни машины хорошие, а другие плохие. И в целом они говорят неправильно. То есть машины с такого-то года у них есть какие-то дефекты. Машины с такого-то года они хорошие. Это машина люкс, а это машина совсем примитивная. Так и овны, вы будете все разными. Если вы родились в семье интеллигенции, в семье сильно образованных людей, в среде, где вообще люди занимаются развитием, ученых, вы проживете каковин, совсем другую жизнь, если вы родитесь в семье кочегара, например, или в семье алкоголиков, как говорится. Поэтому в целом овна нужно научиться достигать разумной человеческой цели. А конкретно лично вам, чтобы дать совет как человеку, нужно взять ваш гороскоп, посмотреть его, проанализировать. И, скажем так, определить тот потенциал, который у вас есть. Определить, какие конкретно у вас есть задачи. И насколько важны задачи именно по Солнцу, по духу. Потому что эти задачи у вас могут быть отработаны на 99%. То есть, в принципе, астролог, профессионально, я думаю, что каждый профессиональный астролог должен быть еще и психологом, в известной степени. Это мой личный опыт. Он скажет, сколько вам, в принципе, нужно работать. Просто поговори с вами, можно будет сказать, чего вы наработали. Если вы овен и у вас есть два высших образования, то уже это одни задачи. Если вы овен и вы едва закончили школу на тройке, у вас немножко другая задача. Поэтому общий совет, научитесь достигаться высших человеческих целей. Ставьте эти цели добиваться, несмотря ни на что. Уучитесь быть твердыми, научитесь быть целенаправленными, научитесь понимать, научитесь идти по пути не по штампам, а через понимание, через использование интуиции, через использование каких-то осмысленных знаний. В целом, это ваша задача каковна. Очень-очень в целом. Потому что, если бы я взял ваш гороскоп, то я бы вам сказал много чего, хотя я не профессиональный астролог. И то, что есть у вас каковни, это лишь небольшая часть вашего пути, вашего духовного пути, вашего пути как осознанного существа. Субтитры создавал DimaTorzok